Вторая волна, в соседних странах уже фиксируют рекордные вспышки, снова закрываются границы. Мы наверняка извлекли какие-то уроки из нашего весеннего опыта. Будем ли мы в связи с этим как-то менять подходы к профилактике? И интересен здесь уже не мой опыт, а ваш опыт. Как человек, который переболел, какие могут быть рекомендации, Александр Федорович? Что для меня ценно? Я понял, что это за болезнь. Самое главное, Наташа, если заболеешь, чтобы не было психоза. Вот я интуитивно это почувствовал еще, когда сам не болел. Мои методы в Беларуси большинство населения не поверило. Я честно это признаю. Ну не поверило. Страшно было. Но я понимал, что вся болезнь в голове. Физически мы перенесем, но когда ты начинаешь поддаваться психозу, все, ковид стал самой страшной болезнью. Люди уже забыли про онкологию, а думали про этот вирус. Это неправильно. Я это чувствовал. Это моя интуиция, опыт. И пытался вам это в голову вложить и достучаться до вас. Вы мне не поверили. Но сейчас-то вы убедились, что я оказался прав. Помните мою фразу? Это пройдет, жрать, что будем. Я просто хотел, чтобы вы запомнили. Мой главный совет, он и сейчас актуальный. Никакого психоза. Мы сейчас убедились, что с этой болезнью возможно. Я почему-то убежден, нам придется жить. Как вот с этими ОРВИ, гриппозными прочими болезнями. Мы прививаемся каждый год. Будет вакцина. Провакцинируем людей. Пока у нас ситуация контролируемая абсолютно. Лекарств предостаточно. Систему мы создали. Мы не тащим всех в больницу. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что, а вдруг надо кислород? А вдруг надо на ИВЛ его держать? Поэтому образ жизни, питание – это важнейшие элементы против любой болезни. А против вируса тем более. Но ни в коем случае нельзя прятаться. Да, где много людей, надо пользоваться маской. В магазине, в метро, еще где-то. Там, где надо, там должна быть маска. И чаще на воздухе быть. А лучше в лесу. И последнее. Старики. Вот кого мы должны беречь. В Беларуси пока эта ситуация контролируемая. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Я еще думаю о том, если бы мы с этими протестунами по Минску не тягались, по улицам, была бы совсем другая ситуация. У нас Минск дает половину заболевших. Минск половину. А в первую волну давал 25-30%. А сейчас половину. Потому что больше всего мы таскаемся по улицам именно в Минске. Но справимся. Беларус. Сейчас. Беларус.